Дорогие братья и сестры, скажем слава нашему Господу! Благодарение Богу! Хорошо, брат, читал нам о том, как умел Божий человек, имя ему Давид. Он любил Господа, он не только любил Господа, он имел большое общение с Господом. И, проверяя себя, мой совет для нас всех, хорошо, когда мы молимся молитвою, испытай меня, проверь меня, исследуй меня. Если на опасном пути, разверни, то есть поставь на правильный, я говорю своими словами. Но это хороший индикатор для нашей жизни, когда мы проверяем самих себя, и в свое время за это всегда он был услышанный. Потому что он бежал, когда были большие проблемы и ситуации буквально как бы неразрешенные. Но он находил общение с Господом, он любил Господа. И его сердце испытай и исследуй. Но если не на правильному, поставь на правильно. И хорошо, апостол Павел, когда писал послание, он писал молодому Тимофею. И я хочу поделиться немножко. У нас будет молитва. Хотя это будет совсем не по теме. Но у меня всегда оно жизни. И оно обличает меня. Оно говорит мне. И учит, как жить. И для нас всех это слово, оно тоже, оно проверяющим. Потому что мы живем в последнее время, когда все нам, можно сказать, позволено. Работаем своими руками, приобретаем. И так повседневно в нашей жизни, приобретая, мы имеем. И мы имеем много. Те, кто иногда люди беднее и других стран, они буквально ничего не имеют. И если посмотреть другие страны, оно не имеет то, что мы имеем. Я говорю о приобретении нашим земным. И то, что мы можем. И Бог дает для нашей жизни пользоваться. Но нам помнить нужно. Не забывать единого, что мы должны благодарны быть во всем. В всем, что Господь нам не посылает. В чем мы приобретаем. Даже в том, если и у нас благословляется наша семья. Господь посылает нам дорогих, любящих деток. О всем мы должны. Когда они еще маленькие. Когда еще они. И Давид правильно. Он сказал, что за родыш. Они соткали Господа. Это благословение. Оно еще с этого начинается. И хорошо. Когда мы никогда не противимся Господу. Когда мы слушаем голос Божий. Голос Духа Святого. Мы идем на призыв. И мы любим Божий труд. Мы приобретаемся Господом. И я хочу поделиться этим словом. Несколько стихов с разных мест. И апостол Павел почему-то очень и очень поставил высоко это великое приобретение. Это записано в первое послание 6.6. Глава 6.6 стих и ниже. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно чего не можем. И вынести из него. Имея пропитание. Будем довольны тем. Этот богатый дедушка. Что по соседству с нами жил. Но только в 67 лет. Господь пробудил и побудил его сердце. Когда он много собрал. Оказывается в этом нужно. Тоже иметь очень-очень правильное направление. И ниже, когда записано 9-10 стих. Нам открывает большую тему об этих первых стихах сказано. А желающие обогащаться впадают в искушение. И все эти многие безрассудные и вредные похоти. Которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол и сребролюбие. Которым предавшись, некоторые отклонились от веры. И сами себя подвергли многим скорбям. Второе место писания. Имейте. Это послание к евреям. 13 глава. 5 стих. Имейте нрав несребролюбивый. Довольствуюсь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину. Так что мы смело говорим, Господь не помощник. И не убоюсь, что сделает мне человек. Довольствуйтесь тем, что есть. Имейте нрав несребролюбивый. Я знаю, я уверен в том, что пришла весть этому старенькому человеку. Который уже отошел в вечность. Он с собой не смог эти миллионы. Или то, что за жизнь свою он приобрел. Большой бизнес. Все пошло. И все устроилось. Но ничего с собой не взял. Но кто-то ему сказал о благой вести Иисуса Христа спасающий. Что можно богатеть в небесном призвании. То есть на небесах. И об этом нам в Писании другие места повествуют. Что собирайте себе сокровища, где моль, не ржа. Ничто не истребляет. И на свое время там положил. Хотя начало это 67-х год и 90-х он многие туда положил. И когда он ушел, он с собой ничего не взял. Потому что каждому, как надлежит родиться, не принести в этот мир. И приходит время отойти туда. И в свое время, когда доктор большого богословия, доктор Муди, у него сгорело богатство. И люди, которые увидели это бедствие, прибежавшие к нему. Но он вместе с тем, с улыбкой, с радостью встречал. И он им сказал, что мое богатство, они успокаивают его. Но он сказал, это не есть богатство. Но мое богатство сокрыто. Которое записано в Откровении 21, 6, 7. Там записано, что это наилучшее богатство. И что же нам говорит премудрость притчт? Один стих. Это в 15 главе 16 стих. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. То, что мы имеем, пускай Господь благословит нас иметь страх. Хотя мы немногие из нас, имеющие достатки большие. Но из тех, что мы имеем, мы должны всегда помнить Господа. И иметь это великое приобретение. Иметь благочестие и довольствие. Иметь это приобретение. Если кто-то какую-то вещь или дорогую машину или дорогой дом приобрел и может много трубить и фалиться, что я имею. Но здесь не об этом речь. Апостол Павел, он написал для всех любящих Господа великое приобретение. И когда у нас что-то не станет, мы не должны сильно расстраиваться или горевать о том, потому что приобретение – это довольствующее, это хорошее покладистое сердце. Испытай, Господи, не на опасном ли я пути. Так Давид говорил, так он сверял себя вместе с путями. Он ли на правильных ли путях Божих сверял себя? Господи, но если не на правильном, исправь меня. Помоги мне приобретении иметь благочестие и довольствие. Ибо мы ничего не принесли в мир, ничего не принесли. Явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А тем людям, которые стремятся повседневно. Я не говорю о том, что мы не должны работать, опустить руки, не зарабатывать на жизнь. Это неправильное понимание. Но когда мы заботимся, между заботами и попечением о нашей плоти, о наших семьях, о наших родственниках, есть некое желающее обогащение, желающее быть богатыми. Много чего открывают, и у них много чего не получается. Много бизнесов, но не устроятся пути. Этому апостол Павел дает пояснение, что таковые люди, которые желающие обогащаться, обогащаться впадают в искушение, в сети, в многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех есть, корень всех зол есть сребролюбие. Корень всех начал, всех тех, тех начал, которые люди всегда хотят с чего-то стартануть или что-то сделать, чтобы оно устроилось. Есть сребролюбие, которому, 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 прилепившись некоторые, и много людей не таким идут путем, но предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям, и других на этом соблазняют. Но хорошее приобретение. И обратно, когда мы возьмем этот стих, не пришт, нас обличает нос, он нас наставляет, эта премудрость, эта премудрость лучше немногие при страхе Господнем. Когда мы имеем, мы должны быть благодарны за немногие, за наших детей, что Бог устрояет, Господь дает им здоровья и благословляет вместе с нами, вместе в церкви прославлять Господа. Мы будем молиться о них, когда будут совершать над ними молитву, и чтобы их судьбы, когда они вырастут, были благословенны, были в Церкви Божьей вместе с нами и прославили нашего Творца. А пред нами молитва. Мы склонимся и проверим наши сердца. Если мы к чему-то неправильному стремились, пускай Господь исправит нас. В свое время нужно правильно делать приоритеты. И когда мы будем правильно делать... Кто-то сказал из писателей хорошую фразу. Человек, который раздает, он этим учится правильно жить, и тот сможет правильно пользоваться. В свое время он получил Нобелевскую премию. Он был знаменитым писателем. Некоторые из нас его знают. Но человек, который раздает, когда много получает, это правильно. И в свое время, когда он получил эту Нобелевскую премию, он много раздал для бедных. И это хорошее состояние, это хороший индикатор, показывающий нам на то, как нужно пользоваться, когда Господь благословляет нас. И в этом да прославится имя. Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Слово Твое, оно обличает нас и приводит в страх Твой божественный. Иисус, когда мы иногда помышляем иметь больше, больше то, что мы имеем. Иисус, есть пути не Твои пути, но есть пути, чтобы мы были, Иисус, всегда довольны. Когда мы имеем, когда мы что-то приобрели в жизни нашей. Иисус, чтобы мы расточали. Расточали это для бедных, для сирот и вдов, для тех, кто не имеет этого. Господи, но Слово Твое учит, чтобы мы были послушны Слову Твоему, Иисус. И не ленились, но вместе с тем, трудились, зарабатывая своими руками, довольствуясь тем, что мы имеем. И благословляли всех начатках, Господь. Благословляли имя Твое. И были Тебе благодарными за пути нашей жизни. Благослови этих маленьких детей, которые будут о них совершаться молитва, Иисус. Твое Слово пускай преобразит их жизни, Иисус. Когда будет еще время, они вырастут. Они были послушны родителям. И родители им рассказывали о Тебе. И возвещали им о Тебе. И когда им Ты откроешь истину, они вместе прославят и возблагодарят Тебя, доброго пастора, в жизни своей. Потому что без Тебя не имеет смысла жизнь. Без Тебя, Господа жизни, ибо Ты всему есть начало и окончание. Слава Тебе за все, Христос, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.